Всем большой привет! Убирала на кухне и решила с вами поделиться, какие продукты я использую для готовки. Это, конечно же, не основные все продукты, а лишь некоторая часть. То, что я использую, что мне нравится и где я это покупаю. Да, и Доминик тут мне помогает. И, естественно, это уже проверено опытом моей готовки, что они действительно хороши, и я могу вам смело их порекомендовать. Сыночек, не разливай воду. А начну я, пожалуй, наверное, вот с этого продукта. Если мы говорим о выпечке, то он все-таки является очень важным. Это мука. Я люблю именно этот сорт муки. Это лидская мука, премиум от либо хлеб-промпродукт и пшеничный сорт высший. Всегда ее покупаю. Еще ни разу она меня не подводила. И все изделия получаются красивыми, белыми. То есть цвет изделий меня никогда не смущает, и на муку никогда ни в одном изделии я не жаловалась. Если я беру другой какой-то сорт, то это очень видно по оладьям, по блинчикам. Они сразу другие. А если уже мы говорим о сдобе, там булочки какие-то, батоны, сразу заметишь, что мука не та. Поэтому вот она моя проверенная. Всегда я ее покупаю. Есть в любом магазине. Если нету, то я стараюсь замену даже не брать. Еще один важный продукт, без которого практически готовка остановится, это яйца. Я, безусловно, не привязываюсь, какой там их фирмы покупать. Если есть домашние, я с удовольствием их использую. Но, кстати, вот домашних яиц других я на рынке почему-то не покупаю. Тогда я уже лучше использую магазинный вариант. И беру вот это у меня муж купил С0 категорию, но я всегда беру категорию С1. Почему? Потому что, как правило, именно яйцо данного размера идет во всех основных рецептах. Поэтому оно у меня обычно превалирует в покупках. Дальше, следующий продукт. Масло. Никогда на сливочном масле я не экономлю. Опять же, независимо от производителя, любое белорусское масло покупаю. Самое главное, процент жирности. 82,5%. Просто так, в чистом виде мы масло практически не едим, а именно используем для приготовления. Если мы говорим о кондитерском изделии, то однозначно только такое масло используем. Если это используется другой тип масла, на вкусе это сразу отражается. Поэтому на масле не экономим. Тем более, не так много уже ты его там и употребляешь. Дальше. Всегда у нас дома есть лимоны. Потому что какие-то маринады готовишь, нужен лимон. Поэтому мы все время, заходя в магазин, его покупаем. Крем-чиз. Крем-чиз тут уже кто на что гораст. Кто-то делает роллы, кто-то делает бутерброды. Кто-то его использует в виде крема в кондитерском изделии. Я покупаю и Хохланд, и Альмета. И вот наш обычный белорусский крем-чиз. Кто у нас здесь производитель? Туровский молочный комбинат. Это и Гомельская область. И абсолютно он меня устраивает. Смело могу порекомендовать. А в итоге по стоимости он выходит экономичнее. То есть не обязательно за Хохланд. А Хохланд, если нравится все-таки он, он мне больше, чем Альмета понравился, то его удобно покупать, удобно и выгодно покупать, не совсем удобно. Это только если вы готовите большие торты. Его выгодно покупать в кондитерских магазинах. Там он продается в пасовке килограмм. И по цене значительно экономичнее. Ну, я говорю, можно вот покупать наш белорусский, не проблема. Соевый соус классический, потому что очень часто добавляю в маринады. И я даже знаю, вот у меня тетя любит готовить, она просто готовит котлеты, она добавляет вместо соли больше соевый соус. То есть он тоже всегда должен быть под рукой. Горчица, опять же, не привязываясь к чьянам. Ну, вот это наша белорусская. Тоже у меня в холодильнике всегда есть, потому что мне нравится тоже добавлять ее для маринада. Когда мы смешиваем мед, соевый соус и горчицу, всегда получается очень симпатичная, красивая корочка. Поэтому это у меня есть. Дальше. Из, вот про сахарную пудру у меня спрашивали. Ну, вот все продукты, которые я показала, они будут в любом нашем магазине. В основном мы закупаемся в магазинах Грин. И либо же в Просторе, который тоже не так далеко от нас находится. Больше, собственно, все. И редко бываем в продуктовом магазине, я имею в виду. Сахарная пудра. Здесь, если у вас нету кофемолки, как у меня, приходится ее покупать. И нужно иметь в виду, что сахарная пудра может содержать не только сахар, а там еще может быть в составе, например, крахмал. Вот я однажды так попала, купила сахарную пудру, в которой был крахмал, и я не смогла сбить без им. И это было такое разочарование. Поэтому внимательно смотрите на состав. Вот я специально теперь посмотрела, что здесь, кстати, но может содержать следы молочных продуктов, горчицы, глютена, арахиса. То есть в некоторых изделиях оно будет лишним, и у вас не получится. Внимательно читайте, потому что в данном случае может не получиться. Испортите продукт. Просто испортите продукт и свое драгоценное время. На какое-то время, кстати, была сахарная пудра пропала. Вот эту я покупала в близлежащем магазине, буквально самый маленький, возле дома. А уже вот эту купила в грине, увидела, что есть. Но она тоже содержит следы нечистой. Сахар нету, наверное. Я в продаже еще чистой сахарной пудры не видела. Только надо проверить в кондитерских магазинах. Там часто бывает. Там можно, конечно, найти другое. Ну и вот тут пудра сахарная может содержать следы сельдерея, кунжута, горчицы, глютена, молока. То есть сколько там еще следов может содержаться. И плюс. Это сахарная пудра, которая тает. Если вы занимаетесь уже кондитерским делом на более высоком уровне, то, конечно, вы знаете о сахарной пудре, которая не тает. И ее лучше использовать в своих изделиях. Тогда это будет выглядеть красиво. Потому что, конечно, это же растает. Вот. Я в свое время очень хорошо знала продукцию кондитерского магазина. Сейчас я там бываю реже. Но вот опять все возобновило. И мне опять все стало интересно. Так, девчонки, следующий продукт это какао-порошок. Его я тоже купила, кстати, в Грине. Какао-порошок алкализованный. Его я уже использовала в приготовлении бисквита. И качество меня удовлетворило, собственно. То есть если мы покупаем какао, то лучше брать алкализованное какао. И давайте уж так откровенно скажем. Конечно, у нас есть у коммунарки какао. И с него тоже все приготовится и будет нормально. Но если мы хотим получить насыщенный вкус и цвет, то все-таки лучше использовать какао другого производителя. Какао на самом деле тоже важно. Где оно производится, какое оно. И от этого зависит то, что мы в итоге получаем. И даже, девчонки, знаете, вот еще такое сравнение. Если мы хотим получить красивое, вкусное, насыщенное, там, торт, пирог, что мы готовим, то, конечно, очень важно использовать качественный шоколад. Например, если мы берем производителей французских, бельгийских, швейцарских, то, конечно же, это будет гораздо вкуснее и красивее, чем мы просто возьмем и растопим обычную шоколадку. Тоже я это проверяла не раз. И действительно, это так и есть. И тут же в эту же тему скажу, что у меня есть проверенный бисквит шоколадный. И я его, скорее всего, на моем кулинарном канале приготовлю с использованием яблочного пюре. Этот рецепт именно я покупала. И хочу сказать, он действительно беспроигрышный. Получается очень вкусно, классно, красиво. И вот там тоже важно использовать качественное какао. Очень важно. Именно алкоголизованное, хорошее, тогда мы получим тот бисквит, который мы ожидаем и желаем. А яблочное пюре придает именно ту влажность, которую мы все так хотим в торте, чтобы не было этой сухости, и при этом не заливать каким-то сахарным сиропом. А вот тут, ну, очень удачное сочетание. Я просто обязана его показать. И уверена, что вы это оцените. Так, про какао вам сказала, что это у меня обычная. Крахмал. Крахмал у меня, это тот продукт, который используется не часто, но его вот лучше купить. Срок годности у него достаточно большой. вам пока, ну, испортится, да. Хранится он вот два года, поэтому купили, у вас стоит. И мне больше нравится, чем картофель. Я, где нужно крахмал, всегда добавляю кукурузный. А, девчонки, еще хотела вам показать, буквально совсем чуть-чуть, это приправы, которые я использую. Как же я вам не покажу, прежде чем вот те, которые в магазине купила, как же я вам не покажу основные от моей мамы. Это сушеный укроп. Да, вот каждый год по баночке, его надолго хватает, мне нравится. Мама знает, что мне нужно. И это та домашняя приправа, и какой аромат, который я вам показывала, который мама моя перемолола сама. Опять же, из домашних специй. То есть это у меня тоже всегда под рукой. Ну, и плюс дополнительное, да. Что у меня еще здесь? Конечно, разрыхлитель. Его я покупаю много, и он у меня есть всегда. Без него я как без рук, да. Ванильный сахар. У меня всегда в запасе пачечка лежит, но скажу вам честно, я ванили не очень люблю. Хотя уже там и на экстракт ванили, и ванильные палочки смотрю, но я просто не очень люблю запах ванили. Вот это такая моя индивидуальная особенность. Дрожжи. Дрожжи сухие, потому что дольше хранятся, да. Свежие ты положил, и нужно быстрее с них что-то приготовить. А сухие, мне кажется, это гораздо удобнее. Потом перец черный, обязательно молотый. Орегано сушеное. Корица молотая, которая с яблоком очень хорошо дружит. Чеснок люблю больше, конечно, свежий, но в сушеном виде он у меня тоже есть. И это, конечно, гораздо быстрее и удобнее. Базилик сушеный. Розмарин тоже сушеный. Мускатный орех. Это те приправы, которые у меня не просто стоят, я ими пользуюсь постоянно. Очень люблю приправы прованские травы, либо итальянская, они немножко отличаются. Здесь, опять же, уже вот эти, чтобы по каждой. Но иногда все-таки нужно именно одна трава больше, другая меньше, а иногда и смесь подходит. Вот эта приправа содержит базилик, тимьян, майран, чабер, орегано и розмарин. Вроде бы они у меня все по отдельности есть, но иногда там даже, знаете, удобно именно вот взять их и вместе. Но именно им взять, мне нравится. Паприка красная, я в последнее время ее очень люблю, часто использую. Хенхель для мяса, рыбы, салатов, да и в чай можно хенхель использовать. Любят его в Египте, Алжире. Имбирь молотый, тоже для выпечки, для мяса, напитков можно использовать. Есть и не в сухом виде. Ну и вот же травы итальянской кухни. Смесь тоже, она там буквально чуть-чуть отличается. Регано, базилик, майоран, розмарин, тимьян, эстрагон, сельдерей, перец красный. Ну вот, несколько трав там отличаются. Ну и желатин, тоже у меня в наличии есть. Ага, перец душистый. Перец душистый мне нравится добавлять, когда готовлю бульоны, супы, вот это то, что... Ну и это, скажем, такие вот основные, которые я всегда стараюсь, чтобы они у меня были в наличии. Если вам интересна такая рубрика, я, конечно, еще сниму, что мне нравится покупать, из чего я готовлю. Вы уже знаете, что мясные продукты, конечно, у нас в основном домашние от родителей. А если мне что-то мясное нужно купить, то я предпочитаю это покупать в магазине Грин. Вот так у нас сложилось. На рынке почему-то я мясо не могу купить. Вот, не знаю, прохожу мимо и не возникает у меня желания. На рынок мы ездим за фруктами, за сухофруктами, за творогом домашним. Вот это мы там покупаем. А если в магазине покупают творог, то никогда не покупаю обезжиренный и жирность там 2%. Нет, я всегда беру творог от 5 и даже 9%. Мне он вкуснее, мне нравится, когда с него готовишь. Тоже кажется, что выглядит, выглядит и на вкус самое главное. Это немножечко по-другому ощущается. Ну вот так сегодня познакомила вас немножко со своей кухней. Надеюсь, что это вам было интересно. Ну и всем пока, до встречи в новых видео. Всего вам самого-самого хорошего.